Сегодня я буду готовить салат. Для этого салата мне понадобится 3 сковородки. Сразу вот они у меня греются, уже стоят здесь. Вот такая большая морковь, большие 3 луковицы, грибы, шампиньоны. У меня их здесь крупных 6 штук. 4 яйца и отварная грудка. Грудку я еще вчера отварила, яйца вчера отварила. Начнем мы с того, что будем резать грибочки крупно. В одну сковородку у нас пойдут грибы. Режем крупно грибы. Вот пополам и вот так вот, чтобы их было видно, так как грибы хорошо ужариваются. Поэтому мы их режем крупно. Так что на первой сковородке у нас будут грибочки. Они жарятся. На второй я делаю морковку. Морковку я взяла терку, вот у меня такая, как бы на корейскую. Можете, если у вас такой нет, то можете корейской морковочкой, корейской терочкой делать морковку. Вот у меня натирается морковь. Сковородка у меня уже разогрета. Я начинаю потихонечку выкладывать сюда морковку. Вот у меня будет жариться морковь. Так. И так всю эту морковочку мы трем очень аккуратно. Бережем свои пальчики. Морковка жарится. Морковка, она мне нужна, чтобы она прожарилась, как на зажарку. Ее только припускаем. И все. Я ее чуть-чуть присолила и поперчила. Так же я грибы посолила и приперчила. Теперь бросаю лучок. Третья сковородка у нас идет полукольцами, крупно. Точно так же мы его не зажариваем до коричневой корочки, а просто, чтобы он пропитался и стал прозрачным в подсолнечном масле. Отправляем. Первый лучок пошел. Второй. Я нарезала лук и морковь. Грибы у меня уже приготовились. Я его подключаю и отправляю остывать. Вот. Как я вам и говорила, их не надо доводить до корочки. Они должны только припуститься. Все это я ставлю остывать. Морковь у нас тоже все приготовить уже. Вот она получается у нас такая. Сейчас я выложу в мисочку, в тарелочку. Точно так же. Аналогично поступаем, как и с грибочками. Отправляем все это остывать. Так как лук я самый последний у меня был в очередь, поэтому он у меня еще ждет своего часа. Так. Вот у меня морковь. Вот так вот она получилась. Только я ее припустила. Вот она пропиталась солейкой и это достаточно. Вот я вот ставлю. Припустился у нас. Получился вот он у нас такой прозрачный. Это достаточно ему. Точно так же я отправляю это все в тарелочку. И ставлю. Ну, в данном случае, а то у меня остается все на подоконнике. Можно на балкон. Все. Ждем, пока это все остынет. Вот тем временем, пока это все остывает, я буду нарезать крупно яйца. Вот у нас яйца пополам и полукольцами. Порезать приступаем грудинки. Грудинку точно так же крупными кусочками, крупными квадатиками. Вот так я нарезаю пластиночками. Пополам. И здесь на квадраты. На эту грудинку куриную я добавляю минимальное количество майонеза. Ну, я бы сказала, вот на это все. Неполная столовая ложка. Все вот это я перемешиваю. Добавляю сюда растительного масла. Чайной ложки, не больше. Достаточно будет. Это я все перемешала. Пускай оно стоит. Постоит буквально там 2-3 минутки. Ну, или до тех пор, пока у нас остывает наши овощи и грибы. Вот так вот у меня получилось. Тем временем я сейчас еще, пока у меня вот это все стоит, я натру на крупной терке сыр и порежу зелень. Остыли. Начинаю складывать салат. Первое у меня идет морковочка. На самый низ мы выкладываем морковь. Этот салат у нас будет без майонеза. Здесь майонез только, небольшая ложечка курицы. Больше майонеза здесь не будет. Так, выложили морковь. Дальше идет у нас курочка. Наша курочка, которая чуть-чуть постояла с пасуночным маслом. И тут буквально для сочности неполная столовая ложка майонеза. Так, распределяем курочку. Вот так у нас тут ее щедро. Так, вот мы ее распределили. Так, чуть-чуть придавливаем, чтобы она с морковкой подружилась. Дальше у нас идет наш обжаренный лучок. Припущенный, я бы сказала. Тоже никакого майонеза, ничего мы слоями не порезаем в слоях. Нам этого не надо, потому что у нас лук жарился, растительное масло, морковь жарилась. Ну, то есть тут достаточно и так всего жирненького такого. Поэтому здесь майонез будет лишний. Так, вот у нас лучок пошел. Теперь мы выкладываем яйца. Вот так сначала горкой высыпаем. Они у нас крупные, крупно порезанные. Поэтому мы их делаем горочкой. Вот. Вот у нас выглядит так красиво. Яички. Так, дальше у нас идут грибочки. Шампиньоны наши жареные. Тоже так вот делаем. Формируем горку. Вот я вилочкой так подбиваю по углам. По кругу. Равномерно мы распределяем грибочки. Чтобы нам каждому волочку этого салатика достался грибочек. Так, вот мы нашли грибочки. Теперь мы посыпаем это все сыром. Я натерла сыр. Посыпаем все это сыром. Вот так вот. У нас пошел сырок. И украшаем мы это все горошком. Консервированный горошек. Вот мы его вот так вот небрежно как бы высыпаем. А он у нас сам рассыпется уже как захочет. Вот так вот. Еще. Вот так. Он как у нас бусинки. По салатику такому. Так. Теперь все это присыпаем зеленью. Этот салат можно кушать буквально минут через 30-20. Потому что здесь все пропитается очень быстро. Так. Вот мы посыпали это все лучком. И теперь у меня есть такая заправочка. Здесь у меня чайная ложка горчички, чайная ложка соевого соуса. Я беру и вот так вот небрежно поливаем, капаю. Соевый соус даст свой вкус, запах, горчичка даст свой тоже аромат. Вот у нас получился такой салатик. Пробуйте. Очень вкусно. Приятного аппетита. Спасибо большое, что вы были со мной. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok